Кампиоли. Поднимаюсь на верхушку горы. И такой вот вид. Вот эта дорога, ведущая на Австрию. Я еду из Австрии. Время позволяет, поэтому решил попутешествовать. И виды с горы очень красивые. Давно я здесь не был. За это время постарел. Тяжелее подниматься стало гораздо. Чем раньше. Раньше спокойно заподнимался без остановок на самую верхушку. Но сейчас пока нет. Пока сделал пару остановок. Тяжеловато. Вот такой вот вид. Я уже почти на самой верхушке. Сейчас солнце не совсем камера увидит. Но красота тоже. Закачайся. Поэтому, кто попадет на паркинг Кампиоли, может подняться наверх. Только предупреждаю сразу, здесь много клещей. Поэтому одевайтесь такие очень прилегающие. Снизу, сверху, чтобы все прилегало, чтобы не заползли. Я ползу дальше. Или поднимаюсь. Иду медленно в гору. Вот я и добрался на вершину. Одну из многочисленных гор. В районе парковки Кампиоли. Вот такой вот вид. Закачайся. Вот я так выражаюсь. На самом деле, нет слов передать красоту. Камера не берет снежные верхушки, так как я их вижу. Хотя, не знаю, может на компьютере получше будет видно. Тут немножко затемняет. Ну, конечно, сильно много таят. Там вот с туманами, с глазами. Тут еще одна верхушка среди деревьев. Сейчас попробую до нее дотянуться. Вот там вот она. Ну, отойду немножко в сторону, там будет лучше видно. Я на верхушке, но здесь пока ничего такого интересного нету, кроме вершин гор. Сейчас пойду, поищу, чтобы снять автостраду, стоянку. Ну и что попадется. Восторг у меня вызывает вот эта вот березка. Почти как у нас в Белоруссии. Вон верхушка горы. Ну, интересно, получится мне ее приблизить или нет. Не получается. Камера не видит. Я глазами вижу. От камеры туман мешает. Ну что, прошел к южной части горы. Ближе к Италии, которая такой вид. Ветка мешает. Вообще много веток мешает. Ладно, придется спуститься туда чуть-чуть вниз. Посмотрите, какой вид шикарный. С высоты этой небольшой горы. Обалдеть! Поезд идет. Успею заснять или не успею. Видит камера. Какой он маленький. С горы. Да все маленькое с горы, когда смотришь. Это вот автострадка. В сторону Удины. Там где-то за горами сама Удино. Или Удино. Внизу там еще автострадка. Речка. Хочу по этой речке на Сапе спуститься. Правда, не знаю, получится ли или нет. Она мелководная. Но как-нибудь попробую. Еще раз напоминаю тем, кто захочет подняться в Криколе на горку. Смотрите, здесь трава сухая. Если будут скользкие ботинки, вы запросто можете подскользнуться на ней и уехать куда-нибудь вниз. Хорошо, если без обрыва. Но здесь и есть обрывы в некоторых местах. Вот там домик чей-то разрушенный. Здесь кто-то жил когда-то. Пойдем посмотрим. 2 февраля 2024 год. Отправился из Криколи. Пошел 2 километра. Вот закончилась дорожка. И такие красивые места. У меня вопрос задается. Вот трос. Наверное, вы видите. Это просто трос или это канатная дорога вниз. По ней можно спуститься. Нет, я спускаться не буду. Хотя очень хочется. Да и не на чем. Ну а места, вот видите. Природные, дикие, волшебные, красивые. Нашел заброшенную тропинку. И по ней шел, шел, но дошел только до столба. Электрического. Ну а дальше пути нет. Дальше обрыв. Места очень красивые, если так смотреть. Надо бы на ту верхушку горы попасть. Жаль, что я не умею летать. Но гор столько много. И там даже из-за верхушки выглядит еще одна снежная верхушка. Сегодня солнце, тумана меньше. Камера более-менее берет далеко. Ну ага, вот такой вот. Очень глубокий. Так что если улечу, то приземлиться не смогу, потому что не умею. Буквально поднялся на метр в десять вверх от столба. И смотрите, что здесь открывается. Какой вид. Главное не грохнуться. Камера не может меньше взять. Но я думаю, вы видите, насколько она далеко вниз уходит. Самое противное, что тропинка еще и выше идет. И пойду потихоньку буду пробираться еще повыше. Короче, забрался я еще выше. Не знаю, сколько на метр. Двадцать, тридцать. Вот на такой вот обрыве стою. Главное, чтобы он меня не унес. Фух. Да, мандраж немножко берет. Но красотень с вершины. Вон там даже какой-то городок есть. Я уже вижу отсюда. И все-таки я не выдержал. И поднялся еще на площадочку одну. Повыше. Вот почти. Я думал, здесь уже конец. Но до сегодня все. Мое путешествия хватит, потому что я сильно-сильно очень устал. Корабль сцена вверх. Еще мне надо как-то спуститься. А спуск такой же крупный, как и подъем. Думаю, вам видно. Я еще сам не вижу. Ближе к краю. Боюсь. Честно говорю, что боюсь подойти ближе к краю. Но как бы так. Фух. Красотень. Не знаю, что здесь оставить на память от себя. Вот там вот внизу. Слышите? Это туннель для паровоза и для поезда. Вот так вот. так выглядит сверху. Редактор субтитров.